Друзья, всем привет! И сегодня у нас будет просто-напросто пушечный сюжет, и это не кликбейт. Мы реально купили Volkswagen Tiguan просто-напросто с бешеной скидкой под полмиллиона рублей. Есть автомобили, на которые скидку делали еще больше. Я вам сегодня все расскажу. Покажу, что это за машина, покажу договор, покажу цены, что мы действительно покупаем по таким ценам. А я не просто так вам рассказываю о том, что на Tiguan скидка бешеная. Ранее я снимал ролик про модельный райд Volkswagen, где я рассказывал, что реально можно получать такие большие скидки. И там были комментарии, где люди писали, я лично заходил к дилеру, ездил по разным дилерам, мне скидывают 100-150 тысяч рублей, ни о каких 300-400-500 тысяч, и речи быть не может. Наш покупатель, который сегодня заберет автомобиль, то же самое, заезжал к другим дилерам, у нас есть коммерческое предложение от них, я вам покажу, что предлагали ему. В любом случае, этот сюжет будет полезный и интересный, потому что он экономит ваши деньги. Смотрите его до конца, смотрите его внимательно и наматывайте информацию на уз. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Ну что, вы готовы? Вы готовы увидеть этот автомобиль? Друзья, встречайте, вот это вот новый Tiguan комплектация Sportline. Это 180 сил, без каких-либо дополнительных пакетов. Вот я вам его показываю. Изначально, если вы зайдете на официальный сайт, то вы ценник можете еще увидеть 2 миллиона 449 тысяч рублей, ну как обычно, по дорожанию, о котором вам никто никогда не скажет. 2 миллиона 519 тысяч рублей стоит этот автомобиль. Вот так он выглядит, что в него входит. Я вам сейчас кратенько выведу на экран. Показываю полную комплектацию, можете нажать на стоп, внимательно посмотреть, почитать, что в нее входит, чтобы вы понимали, за что человек платит деньги. Дополнительное оборудование, которое здесь не прописано, мы все проверили, все, что я вам назвал, мы все нам все поставили. Для этой комплектации она стандартная, никаких дополнительных пакетов здесь нет. Как происходил поиск данного автомобиля? Обратился человек, говорит, давай-ка найдем мне Tiguan. Я думаю, слушайте, давно снимали сюжет про Tiguan, где я рассказывал о том, что на них можно получить скидки до 400 тысяч рублей, это будет прям вау круто. Многие писали тогда, мол, да ладно, таких скидок не бывает, я сам заходил, мне максимум скинули 50-100 тысяч рублей. Я думаю, ну вот, отличный вариант, как раз попробовать поискать. Изначально нам на нее скидку сделали 160 тысяч рублей. Проходит буквально 3-4 дня, он мне перезвонит, говорит, отличная новость, у нас есть возможность слить эту тачку, отдать ее со скидкой 400 тысяч рублей. То есть, поймите, 2,450 минус 400 тысяч, 2,050. Но в данном случае мы автомобиль забираем на 40 тысяч дороже только лишь потому, что на нем изначально стояло дополнительное оборудование по цене на 60 тысяч рублей. Нам на него сделали скидку 20 тысяч, и мы сейчас забираем. Поэтому мы даже спорить не будем. Рыночная цена этому оборудованию примерно 25-30 тысяч рублей. Да, мы его купим чуть дороже, но, друзья, блин, минус 400 тысяч. Вот как выглядит автомобиль, внешне все круто, никаких косяков по нему нет. Соответственно, стандартная комплектация идет на алькантаре. Для владельца это было даже плюсом, потому что он изначально сам не хотел особо кожи, то есть не было предпочтений особо. Но вот комплектация его полностью устраивала. Важно для него было, чтобы была поясничная подпора, а здесь даже массаж есть, поясница. Все, что нужно, по этой тачке есть. Адаптивная оптика, выборы там, режим управления полным приводом. По внешнему виду, вот посмотрите, по стайлингу, то есть с мордой, он вообще смотрится очень круто, эти черные вставки. Ну, реально симпатичная машина. Вот я вам неоднократно говорю, подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там выходят все свежие новости. Я делал анонс по этому автомобилю в пятницу, и тогда я вам рассказывал о том, что есть еще автомобили на 220 сил, которые отдавали со скидкой 517 тысяч рублей. Друзья, к сожалению, эти машины в ту же самую пятницу быстро раскупили. Ну, потому что такие скидки, вот на опыте менеджера спрашиваю, бывало такое? Нет, первый раз. С чем это связано, тут долгая история, но поймите правильно, никаких подводных камней для нас, как для покупателей, нет абсолютно. Были парочка свободных машин, которые реально можно было слить, они с ПТС в наличии, поэтому их сливают. Вот так вот бывает, везет людям. Поэтому встречайте, оценивайте, пишите ваше мнение на ровном месте. По сути, человек успел его купить еще по старой цене до подорожания, готов поспорить, ни у кого этого больше не получится. Важно понимать, что на этом Тигуане коробка стоит DQ500. Это очень хорошая коробка с мокрым сцеплением, то есть у нее ресурс будет, ну, по идее, плюс 200 тысяч км, 100%. Важно не путать ее именно с той самой сухой DQ200. Вот там проблемы бывают, но на самом деле даже на новых автомобилях, как мы неоднократно говорили, их стало гораздо меньше. Но раньше это был просто повальный ремонт каждой 30-40 тысяч км, мехатроник и сцепление. Друзья, простите, пожалуйста, нам нужно немножко прерваться, потому что мне нужен ваш совет. Как вы знаете, я купил себе BMW задним приводом для того, чтобы поснимать контент зимой. На данный момент, 1 декабря 2019 года, зима началась и вот такая погода. Какая проблема произошла с машиной? Садится аккумулятор. Утром прихожу, открываю ее, постоянно вылетает ошибка, аккумулятор разряжен, аккумулятор разряжен. И именно поэтому мне нужен ваш совет. Первое. Я изначально думал, может быть, купить себе пускозарядочное устройство, но, как вы знаете, у BMW все сделано через зад, задний привод. В заду же стоит аккумулятор. На любом автомобиле, в том числе на Tiguan, открываешь капот и там уже аккумулятор. Здесь же нужно открыть багажник, то есть идет распол. Тут есть крепежи, нужно их убрать, залезть вниз. Только таким образом я смогу долезть до аккумулятора. Мне это надо. С пускозарядочным устройством каждый день в моем случае это не вариант. Поэтому нужен хороший аккумулятор. Мне на помощь, как обычно, приходит e-каталог. Все, что нужно сделать, я уже себе даже скачал. Мобильное приложение, как это работает. Заходим и пишем простыми словами. Автомобильный автоаккумулятор. Ну, я уже лазил, смотрел. Смотрите, есть целая подборка, объясню. Есть дешевые аккумуляторы, новинки. Есть дорогие. Так, например, вот Bosch. Заходим, 4200 есть, а есть за 12740, есть за 7000 рублей. В общем, выбрать есть из чего. Поэтому те, кто покупал, те, кто заменял, дайте обязательно ваш совет. Потому что интересно, что купить. Рекламы очень много, не знаю, что выбрать. Вот я очень сильно жду. Я оставлю в описании к этому видеоролику ссылку. Зайдите, посмотрите, напишите, что купить. Я именно из ваших советов куплю себе аккумулятор. Мне это нужно. Ну, а тем, кто хочет себе купить пускозарядочное устройство, кому это удобно, я тоже ссылочку оставлю. Потому что впереди зима, и это незаменимая вещь. С помощью Е-каталога можно найти просто хороший товар по наиболее привлекательной цене. Параметры все забиваются, но в любом случае нужен ваш совет. Всех жду. Ссылочка в описании. Вот посмотрите, на улице стоит Тигуа на 220 сил. Рекомендованная розничная цена данного автомобиля, вот конкретно вот этого, 2 миллиона 740 тысяч рублей. Его человек забрал за минус 440 тысяч рублей. То есть за 2-300 чистыми деньгами он его забрал. Все, пожалуйста. Все те, кто хотят их купить, я думаю, вы прекрасно меня понимаете, что это просто какая-то небывалая распродажа. Пока смотрим машину, смотрим по толщинялок окрашеного покрытия. Ну, что все нормально, ничего здесь не красилось. Обсуждаем такой момент, что на самом деле, вот если сейчас зайти на вторичку, годовалый, ну, двухгодовалый автомобиль с пробегом там до 50 тысяч от одного владельца будет как раз по цене примерно 2 миллиона плюс. А тут картина, что ты покупаешь за 2 миллиона 100 тысяч новую машину, на которой еще никто не ездил. Подчеркиваю, машина 2019 года. Именно поэтому не теряйте ваше время, подписывайтесь на инстаграм-канал, я там не размещаю рекламу. Я там лишь только делаю публикации, по которым вы можете тоже успевать покупать машину. Я сделал публикации, говорю, оп, машина с такой-то скидкой, кто хочет забрать, если кто-то хочет забрать, организовываем, забираем. Все, поэтому всех вас жду. Активная ссылка в описании, инстаграм вы сейчас видите на экране. Принесли нам счет, я вам не показываю личные данные, человек, но я вам показываю ценник. 2 миллиона 0,75 тысяч рублей к доплате. Почему 2,075? Потому что 15 тысяч рублей мы бронировали автомобиль. То есть, итого мы отдаем за все 2 миллиона 90 тысяч рублей. Мы покупаем машину, подчеркиваю, за наличку, без трейдинов, поэтому все как есть, скидка у нас реальная, адекватная, настоящая. Я вам показываю ПТС для того, чтобы вы увидели, что машина 2019 года. Соответственно, все здесь по-честному. И в договоре самое главное, друзья, для нас. Сейчас, сейчас я вам покажу, где у нас ценник 2. Вот он. 2 миллиона 0,90 тысяч рублей, как подчеркнуло я вам, то, что мы покупаем машину частично с допами. Поэтому все по-честному, никто никого не обманывает, никаких заблуждений нет. В этот раз не придраться. Человек сам заходил к официальным дилерам, пытался сам найти автомобиль. И что у него получилось? Вот предложение от одного из официальных дилеров. Это именно с ним он пришел ко мне. Что получается? Цена автомобиля 2 миллиона 569 тысяч 500 рублей. Это ценник автомобиля, на котором был кожаный салон. И было несколько пакетов, типа Black Edition, когда весь хром по автомобилю затянут черной пленкой. И были какие-то подарки установлены на автомобиле. Какие, сейчас я уж и не скажу. Факт в том, что ему предложили отдать этот автомобиль за 2 миллиона 430 тысяч рублей. Сначала ему подарки хотели продать за 70 тысяч рублей. Но потом, вроде бы, в процессе диалога договорились так, что подарки будут оставлены в подарок. Суть какая? 2 миллиона 430 тысяч. И с одной стороны, казалось бы, ему скидывают 130 тысяч рублей, плюс еще подарков дают. Пусть там по рыночной стоимости это было бы тысяч 40 рублей. Факт в том, что вот вам, друзья, другая картина. И поймите правильно, я ни в коем случае не рекламирую себя. Я ни в коем случае не рекламирую официального дилера, где мы покупаем. Я лишь вам показываю о том, что такие ситуации есть. Что вы можете сами пользоваться, прозванивать дилеров, каждого дилера прозванивать, искать машину, экономить ваши деньги. Звонить сюда не нужно, если вы узнали, у кого мы покупаем машину. Писать мне и говорить то, что я хочу точно так же, давай я тебе заплачу. Не нужно, друзья. Эта машина была, она уходит. Все, второй такой же с такой же скидкой в данном салоне просто-напросто нет. Ну и, конечно же, я не забываю про всех тех, кто просит показывать автомобили попроще. Друзья, вот доступный вариант Volkswagen Polo. Комплектация хорошая, достойная будет стоить примерно 860 тысяч рублей. Вот если ее забирать сейчас, под конец года, с нее можно запросто сбить 1100-110. Плюс попросить какие-то мелкие подарки. То есть, вы приезжаете за машиной, которая изначально стоит 850 тысяч рублей условно, уедете вы на ней по цене 750 тысяч рублей. Согласитесь, для тех, кто покупает машину до миллиона 100 тысяч, это очень хорошая скидка. Поэтому имейте в виду, можно покупать ранее, там два месяца назад, когда я покупал Volkswagen Passat. Тогда на Polo были скидки на такие смешные, что-то 10-20 тысяч рублей. Но, как выясняется сейчас, картина меняется, это рынок, поэтому найти со скидкой 100 тысяч и даже больше, это сегодня реальность. Имейте в виду, ищите экономики ваши деньги. На мой взгляд, не очень популярная машина, но, тем не менее, иной раз люди про нее спрашивают. Volkswagen Terramont. Цена автомобиля, который продали недавно, 3 миллиона 600 тысяч рублей. Его отдали со скидкой 700 тысяч рублей. То есть, 2 900 это очень хорошая скидка за наличный расчет. Мы с вами перемещаемся в Caravello. Если говорить про автомобиль попроще, про Caravello, стартовую комплектацию можно забрать с учетом всевозможных скидок примерно по цене 2 миллиона 200 тысяч рублей. Но она будет, скорее всего, на механике. То есть, плюс-минус, нормальная машина с хорошей комплектацией, скорее, обойдется 2 миллиона 500 тысяч рублей. Вот, например, в данном случае машина, в которой мы сидим, по прайсу стоит 2 миллиона 800 тысяч рублей. Вот ее, я думаю, можно будет забрать как раз-таки за 2,5 миллиона рублей. У меня у друга есть такой автомобиль. Мы на нем периодически передвигаемся. Очень комфортная машина с точки зрения просторности, посадки, сел. Много вещей можно перевозить. Большая компания помещается. Вот, особенно, когда летом пару раз улетали отдыхать. В аэропорт везут, например, садишься в машину. Реально круто по пробочкам потолкаться, кайфуешь. Опять же, подчеркиваю, на мой взгляд, это либо для тех, кто промышляет каким-то малым бизнесом, что-то водит на машине, и у кого большие семьи. То есть, загрузился в себе семью, и все с комфортом едут. В общем, сижу я в ожидании, человек оплачивает каска. Вот здесь я хочу сделать маленький акцент. Друзья, все, кто покупает новый автомобиль, как правило, задаются вопросом, а где же сделать выгоднее, куда пойти, где почитать каска. И многим попадается Тинькофф страхование. Почему? Они реально перебивают все цены, то есть, они дают самые низкие цены. Но у них есть один, но значимый минус. Если вдруг вы столкнетесь с ремонтом по каске, то у них направление будет идти не к официальному дилеру. В большинстве случаев обязательно нужно читать договор, где вы будете ремонтироваться. Так, например, многие находят низкую цену, начинают уточнять, а направление будет куда-нибудь в автосервис сторонний. То есть, если сейчас мы покупаем автомобиль, делаем каску в другой компании, если что-то случится, человек может приехать к официальному дилеру и у официального дилера ремонтироваться. Согласитесь, каждый из нас хотел бы так, нежели чем приехать куда-то в гаражи, оставить машину и после этого забирать ее там же. Значит, сегодня я вам все показываю с цифрами, чтобы, как говорится, комар носа не подточил. У нас картина следующая. Мы сделали каску, а здесь у нас идет два владельца. Собственно, собственник и его жена. Жена моложе, у нее меньше стаж. Именно по ней считалась каска. Ценник всего получился у нас 55 тысяч рублей. Каска сделана с франшизой 10 тысяч рублей. Если бы мы рассчитывали бы на человека, каска обошлась бы на него примерно 1035 рублей. И еще один маленький, но приятный бонус. В процессе покупки выясняется то, что сейчас у официального дилера идет дополнительная акция, где они дарят путешествия. То есть, они дарят путешествия, например, в Черногорию, в частности, на 3 или 4 дня, где тебе оплачивают проживание и завтраки. То есть, что тебе нужно купить? Тебе нужно купить либо билеты на самолет, чтобы добраться до точки отдыха, либо же сесть на машину, так, например, вот отличный вариант, купил тачку, прыгнул в нее, поехал в Черногорию, там ты можешь отдыхать. Проживание и питание будет оплачено, частично я подчеркиваю. А все остальное, там, приехать, уехать, ужин ты оплачиваешь сам. Казалось бы, мелочь, но согласитесь, приятный бонус, кто-то скажет, а почему нет? Я бы поехал. В общем, все процессы мы прошли, осталось самое главное, подписание договора купли-продажи, ПТС. Ну и, собственно, будет краткий инструктаж владельцу, куда чего нажимать, как ехать, в какую сторону поворачивать руль, чтобы машина поворачивала. Друзья, при этом нам сейчас пришла девушка, все рассказала, формат продажи стал диджитал. Что это значит? Вот мы сидим просто на диване, приходят люди к нам, рассказывают, чтобы мы не дергались. Максимум, куда мы уходим, это в кассу, и вот ходили в отдел кредитования, страхования, все. Все остальное мы будем подписывать не за привычным местом, там, рабочим столом, а вот так вот, в свободной, комфортной для каждого из нас зоне. В общем, сейчас будем подписывать договор. Руки взмокли, но самое главное, друзья, вот смотрите, как кончается эпоха бумажных ПТС. Буквально последние машины выдаются, то есть до 1 ноября 2020 года все машины уже будут идти с электронным ПТС. Ну, вперед. Распечатать это надо, девочки, унохните. Та-дам! И так я буду здесь поменять. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну что, друзья, этот видеоролик подходит к концу, потому что прямо сейчас из салона официального дилера выезжает наш уже Volkswagen Tiguan с бешеной скидкой в 17%. Вы просто вдумайтесь. По нынешним ценам 2 миллиона 519 тысяч. Мы забираем машину по цене 2 миллиона 50 тысяч рублей. Но это действительно круто. Тачка стала наша, мы ее купили за наличный расчет. Парни, всем рекомендую настоятельно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там выходят все свежие новости. Когда вылетают подобные предложения, я, естественно, там их публикую для того, чтобы вы могли купить свой автомобиль с хорошей скидкой. Обычно на эти автомобили в подобной комплектации 200 тысяч рублей это уже считается хорошо. Я вам ранее говорил то, что на Tiguan реально найти скидку больше. Вот вам, пожалуйста, живой пример. Ну все, нашу ласточку выгоняют. Сейчас ее подадут к парадному входу. И уже новый владелец сядет и отправится на ней в ГАИ ставить ее на учет. У меня на этом пока что все. Высказывайте ваше мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Пишите ваше мнение в комментариях. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok